Как узаконить уже построенный и введенную в эксплуатацию дом или пристройку к дому? Какой список документов? Где их получить? Куда их отнести? Об этом расскажу я, юрист-эксперт по недвижимости Евгений Корсакин. В 2018-2019 годах произошли некоторые изменения в российском законодательстве. Поправки в ГК, дачная амнистия, новый дачный закон, которые в чем-то упрощают, а в чем-то усложняют процесс легализации самостроев. В любом случае, надо быть очень внимательным к данным новшествам. Легализовать свой дом нужно, чтобы не портить отношения с соседями, не иметь проблем с административными и контролирующими органами, не получить штраф или предписание на снос. Кроме того, только имея все документы, вы сможете полноценно распоряжаться домом как личным имуществом, продавать, дарить, сдавать в аренду и так далее. Для того, чтобы узаконить уже существующую постройку, нужно следующее. Первое. Земля, на которой находится дом или пристройка, должна быть оформлена надлежащим образом. Она должна находиться либо в собственности, либо в аренде, по договору аренды. Если документов на участок у вас нет, следует получить ЕГРН, управление собственности на землю. Для этого необходимо обратиться в местную регистрационную палату или МФЦ с пакетом документов. Следующий список. Заявление. Паспорт. Правоустанавливающий документ на владение землей. Это свидетельство о вступлении в наследство, договор купли-продажи, акт о приватизации, дарственное или прочие документы. Кадастровый паспорт. При условии, что производилось межевание и участок поставлен на учет в кадастровой палате, то есть определены границы. Квитанция об оплате пошлины. Если земля арендована, в договоре обязательно должна быть информация об участке, адрес или местоположении, площадь и границе, кадастровый номер, категории земли и ее целевое назначение. Иначе договор может быть признан недействительным. Второе. Тип постройки должен соответствовать назначению земли. Как правило, на участках ЛПХ, ДНП и ЖС и СНТ разрешено возводить по одному, отдельно стоящему жилому дому, высоту не более чем 3 этажа и подсобные хозяйственные постройки, если в документах не указано иного. Если требуется изменить один вид разрешенного использования земли и объектов капитальной строительства на другой, придется обращаться в администрацию по месту нахождения участка. С разрешения главы администрации по итогам публичных слушаний вам могут выдать документ, подтверждающий соответствие разрешенного и фактического использования земельного надела. Третье. Постройка должна быть согласована. У кадастрового инженера следует получить технический план постройки. Затем объект надлежит поставить на кадастровый учет. Кроме того, характеристики постройки не должны нарушать норм, предписанных СЭС, пожарной инспекцией, Росприроднадзором. Могут потребоваться и другие согласования, если участок находится в зоне аэродромов или водоохранной зоне. Четвертое. Постройка не должна нарушать норм градостроения. У местных органов власти, отдела архитектуры, отдела строительства или градостроительного комитета необходимо получить градостроительный план. Земельного участка, ГПЗУ, просто народе, который содержит заключение о том, что строение разрешено и соответствует требованиям. Таким образом, для добровольной легализации Думы или пристройки административным путем на руках нужно иметь следующие документы. Свидетельство о праве собственности на землю или выписку из ЕГРН. Паспорт заявителя или доверенность, если вы представляете интересы собственника. Схема участка, ГПЗУ, разрешение на строительство, технический план. Право собственности на объект строительства оформляют в Росреестре, можно через МФЦ. Пятое. Что делать в случае отказа? Если регализовать постройку административным образом не получилось, вы получили отказ в праве зарегистрировать объект. Единственный способ решить проблему – подать иск в суд. Как показывает практика, шанс получить положительное решение довольно высок. Для этого к предыдущему письму документов добавится исковые заявления, квитанция по плате пошлины, копия отказа в праве регистрации собственности. Размер пошлины исчисляется, исходя из стоимости постройки. Также определяется суд, мировой или районный, который будет рассматривать дело. Чтобы рассчитать стоимость постройки и получить соответствующее заключение, придется обратиться в специализированную компанию. А судебный процесс не обойдется, скорее всего, без привлечения квалифицированного юриста. Для этого вы можете обратиться к нам. При положительном решении суда вам нужно будет снова обратиться в Росресер или МФЦ, где право собственности оформят на основании уже данного решения. С вами был Евгений Корсакин. Подписывайтесь на меня. Если видео понравилось, поставьте лайк. Если есть вопросы, пишите в комментарии. Я постараюсь на них ответить. Субтитры сделал DimaTorzok